Интерфейс программы Teach Infinity разделен на несколько частей. В центральной располагается рабочая область. Именно здесь мы будем размещать все элементы нашего урока – изображения, рукописные примечания, фигуры и текст. С правой стороны располагается сортировщик слайда. Здесь вы видите все страницы вашего урока. Можете создавать новые или копировать имеющиеся, а также изменять порядок следования слайдов. Давайте попробуем. Это у нас второй слайд, а это третий. Чтобы изменить порядок, достаточно перетащить слайд на другое место. Внизу располагается панель инструментов. Она также разделена на три группы – основная панель, панель аннотирования и панель управления слайдами. На основной панели находится кнопка главного меню. Здесь вы можете открыть и сохранить файл, импортировать, распечатать или отправить по электронной почте, а также произвести базовую настройку программы Teach Infinity. В частности, здесь вы можете выбрать язык интерфейса, установить значение шрифта по умолчанию, а также выбрать цвет фона, который будет использоваться при создании новых слайдов. В главном меню вы также можете выбрать один из предметов – математика, физика или химия. От этого будет зависеть содержимое галереи, доступ которых вы получите, используя соседнюю кнопку. Кроме того, на основной панели располагаются дополнительные инструменты для преподавателя, кнопка для загрузки собственного контента, быстрый вызов экранной клавиатуры, что очень удобно при работе с интерактивной панелью, а также кнопка воспроизведения всего происходящего на слайде с момента его создания. В центральной части располагается панель аннотирования, на которой вы найдете весь необходимый набор инструментов для добавления объектов на слайд. Это указатель для перемещения объектов. Вы можете выделить объект, а затем переместить его. Различные виды перьев, ластик, который позволит стирать рукописные примечания, инструменты добавления геометрических фигур, дополнительные инструменты, такие как ставка текста, таблицы и видеофайлов. Здесь же располагаются кнопки отмены и возврата. С правой стороны располагается область управления слайдами. Здесь вы можете менять масштаб вашей страницы. Таким образом, вы видите, что у нас есть фактически бесконечная область, где вы можете добавлять свои заметки. Кроме того, вы можете перемещаться по холсту, выбрав инструмент с изображением у ладошек. Далее идут инструменты управления слайдами, перемещение вперед-назад, выбор фона слайда, а также переход в режим демонстрации или аннотирование поверх открытого документа. Когда вы переходите в режим демонстрации, скрывается область сортировщика слайдов, остается только панель инструментов. Кроме того, вы можете ее минимизировать и сделать плавающий, нажав на соответствующий значок. Чтобы выйти из режима демонстрации, нажмите на значок «Подготовить уроки». Если вам необходимо вернуться к сортировщику слайдов, нажмите на иконку со слайдом и указанием количества слайдов. Режим аннотирования позволяет вам рисовать поверх любого открытого приложения. Панель свернется до минимального значения, и вам будут доступны лишь некоторые инструменты. Вы можете работать мышкой с приложением или рисовать поверх него. Если у вас будет открыта презентация PowerPoint, то будут доступны кнопки перемещения между слайдами, а также возможность создания быстрого скриншота содержимого экрана. Чтобы выйти из режима аннотирования, нажмите на изображение экрана с крестиком. Более подробно о возможностях программного обеспечения Teach Infinity смотрите в других уроках серии. Удачной работы!